Ну, конечно. На основе духовно-поэтического творчества саратовской поэтессы Валерии Соколовой и немного о авторе этих стихов и нашего проекта. Валерия Викторовна Соколова физик, окончила СГУ и работала преподавателем, преподавала физику в филиале Энгельском политехнического института более 10 лет, долгое время затем работала в библиотеке. Уже в зрелом возрасте она пришла к вере и изучив очень глубоко все библейское, она начала писать стихи. Этим творчеством заинтересовались, оно затронуло души многих людей, многих неравнодушных людей, много думающих людей. С этими стихами под эгидой общества охраны памятников истории и культуры мы сделали такой общественный проект с тем, чтобы пойти к молодежи, пойти в аудитории, пойти в вузы, в школы и нести духовную поэзию в общество. Мы выступали на разных площадках, во многих колледжах, во многих школах, в вузах, в пединституте выступали. Постепенно мы читали не только стихи, мы приходили со стихами, к нам присоединялись наши общие друзья, кто стали писать песни на эти стихи. И собрался такой музыкально-поэтический тандем, который ходил, и нас принимали с восторгом, скажем так, с восторгом. Приходили даже так, приходили в училище МВД, перед нами сидел огромный зал военных, и буквально, слушая наше выступление, поддерживая нас, никто не хотел расходиться. Немного о проекте в таком плане, что сотрудничество идет, много учителей поддерживают наш проект, в том числе учителя и методисты из городского отдела образования, которые нас поддержали, познакомили нас с педагогами, учителям. Мы дарили эти стихи и встречались часто лично на общественных мероприятиях. Я очень признательна вашему коллективу, что вот вы откликнулись и стали участвовать в нашем, присоединились к нашему проекту и приняли участие. Все очень рады и очень вам благодарны за это участие 12 января в Доме музея Чернышевского. Особо отрадно хотелось бы отметить участие школьников. Это такая радость. Это вот автора, поэтессы, нет чуть более двух лет, два с половиной года. Ее основной смысл и задача была нести слово поэтическое, слово духовное к молодежи, к людям, к студентам. Мы очень благодарны, что вы к нам присоединились, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и участие в проекте вместе, продолжать наш проект. Спасибо. Спасибо.